Приветствую вас. В двух словах тематика вопроса заключается в том, что Евгения, автор вопроса, попала в ситуацию, в которой у ее матери, в которой она живет, есть сожитель. И этот сожитель очень плохо себя ведет по отношению к Евгению. Все время, что она с ним живет, а это уже довольно долго, Евгения говорит, что живет уже 30 лет почти, живет с сожителем. В детстве было очень много всего плохого, насилия, оскорбления. Мама, соответственно, на это никак не реагировала. Да, то есть, как бы, для вида какую-то реакцию демонстрировала, да, ну и все на этом, по сути. Ну вот, значит, Евгения пишет, что сожитель ничего не делает, все проблемы решает с матерью. Они, вот, раньше сожитель много работал, он рукастый, не пьющий, что-то делал и подобное, но в 2012 году попал в аварию и стал работать по пару часов. Два-три раза в неделю. С пятнадцатого года не работать нигде. Вот. В общем, потерял все свои имущества, нигде не прописан, живет исключительно на содержании у Евгения и ее мамы. Вот. Недавно он ее опять, получается, оскорбил. Вот. И Евгения пошла в суд, чтобы выселить сожителя, потому что он не имеет права проживать в квартире. Послала нам Евгения без ее согласия на это. Вот. И здесь случилось самое неприятное. Мама стала на защиту сожителя. Я стала говорить, что дочь лишает ее личной жизни, значит, вот. И, как бы, теперь Евгения враг номер один для своей мамы. А к сожителю, наоборот, относятся очень хорошо. Вот. Евгения говорит о том, что уезжать из... Уезжать из... Ну, из квартиры она не хочет. Вот. Потому что совсем недавно сделала ремонт. Ну, вот, по своему... по своему вкусу. И говорит, что удобно добираться на работу. Плюс собака, с которой также удобно гулять именно в районе... Ну, именно в районе квартиры. Вот. И, соответственно, Евгения спрашивает у нас... Следующее. Начинает говорить, что раньше очень любила мать. Сейчас осталось чувство долга. Не могу бросить ей всех унижений, которые мне пришлось приходиться терпеть. Меня не покидает чувство, что она мной манипулирует. Я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. Это правда. Не таких ли родителей называть модным словом токсичны? Возможно, но... От того, как вы... Назовете свою маму, в общем и целом... Ситуация, как мне кажется, не изменится от слова никак. Поэтому называть маму можно как угодно. Это... Это... Ну, в общем... Это... Ну, в общем... Как бы... Вам от этого будет не холодно, не горячо. Вот. От того, как вы... Как вы... Собственно говоря, называете свою маму. Вот. Поэтому вы можете, конечно, ее называть. Как угодно, но... Да. Дальше. Скажите, я правда такая ужасная, эгоистичная, неблагодарная лочь или не права все-таки матери? Вот. Очень странный вопрос. Я бы даже сказал, что... Эээ... Вопрос такой, достаточно манипулятивный, потому что... Эээ... Вы здесь хотите, чтобы мы заняли либо вашу сторону, либо сторону ээээ... Вашей мамы. Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Эээээ... Эээээ... Ээээ... Эээээ... так скажем, особенностей, вероятно, своего характера, вот, имеет куда меньше возможностей для изменений, чем вы. Вот. И это необходимо учитывать. То есть маму вы не поменяете и не переделаете, а вот себя сами изменить можете. Если честно, то, что я хочу сказать вам, скорее всего, не понравится. Я более чем уверен, что вам не понравится то, что я скажу, но я должен это сделать. На самом деле вы, Евгения, как мне кажется, боитесь одиночества. Вот. Вы, Евгения, очень сильно боитесь одиночества. Вы напрочь привязаны, как мне кажется, напрочь привязаны к своей маме, вот. И, в общем-то, вам очень страшно, ну, как-то жить, вот, своей жизнью, судя по тому, что я могу видеть. То есть, вы объясняете свою позицию тем, что вам удобно. Но взрослые дети и родители при прочих равных условиях должны жить отдельно. И то, что вы не хотите жить отдельно, это проблематика, чисто ваша. Вот. И вопрос, который у меня к вам, заключается в том, насколько вам интересна ваша жизнь. Как у вас действительно обстоят дела с личной жизнью, с реализацией, с обеспеченным себя? Вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот это очень важно. Я верю в то, я верю в то, что вы со мной не согласитесь. Скорее всего. И вы будете отрицать, ну, факт, факт того, что вы боитесь одиночества. Но, как психолог, психолог, я, конечно, вижу это достаточно очень, достаточно четко. Знаете, у вас есть ожидание, с одной стороны, что мама будет поступать так, как вы хотите, так, как нужно вам. И с другой стороны, находитесь в созависимых отношениях с ней. Понимаете? Какая штука. То есть вы ее не прощаете, вы ее не принимаете, что, кстати, ваше полное право. Но и остаетесь тем не менее с ней. Понимаете? Какая штука. То есть это вопрос необходимости сепарации. Все ваши проблемы, они идут, идут именно оттуда, что вы пытаетесь поменять, переделать, подстроить под себя взрослых людей. Вот. Которые живут так, как умеют, не идеально, но живут и хотят получать наслаждение от жизни. И вы хотите тоже. Вы тоже, вы тоже имеете на это право. Но не рядом с вашей мамой, которая хочет жить своей жизнью. Вот. А взрослые дети, повторюсь, от родителей должны жить отдельно. Поэтому здесь вам необходимо в первую очередь обратить внимание именно на, как вышло, что я в 32 года живу с нами. Неужели я не хочу своего жилья? Вот. Как вышло, что я не построил отношения. Ну, я имею ввиду романтическое с партнером. Это важно. Понимаете? В этом и заключается беда. И, честно говоря, я думаю, в какой-то степени, связано это с тем, что вы, ну, опять же, вам не понравится то, что я скажу, но вы не подрослели. Понимаете? Вы не подросли, потому что в 32 года, в 32 года вы ищите виноватых и говорите о том, правда ли я такая плохая дочь. То есть, понимаете, какой конфликт? Ну, вот здесь в чем конфликт? Понимаете? 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 Понимаете конфликтность? Вот. Как бы. И вот на это вам нужно обратить внимание. то вам важнее, кто прав, кто виноват, чем, что мне поделать, чего я хочу, хочу. Куда меня ведет этот путь? Вот. Понимаете? Справедливо стирать и хочется сказать, что квартира не ваша. По крайней мере, я так понял, не вся. А, только ее часть. И если вы хотите жить в этой квартире, выкупайте. Выкупайте долю тогда мамы, а если не можете выкупить долю, вам нужно, ну, продавать свою маму и на эти деньги жить отдельно. Но вы этого не сделаете, вы этого не сделаете. Вам нужно, вам нужно, как мне кажется, находиться в конфликте. Вам нужно находиться в конфликте. Вам все равно нужно находиться этими людьми. Вот вы совсем скользь упомянули такой интересный момент. Вы сказали, что только представьте, вы приходите с работы еле живые, а дома взрослый мужик. Вот у меня вопрос к вам. А зачем работать так, чтобы приходить с работы еле живой? Вы говорите, мама работает на двух работах, вы работаете на полторы ставки. На одной. Зачем? Ну, то есть, насколько вам это все интересно? То есть, вам интересна эта работа? Видите ли вы перспективу? Какую на свою? То есть, реализацию дальнейшую и так далее. Видите ли вы себя на этом месте? Вот, как вот это все обстоит? Ну, для вас я имею в виду. Как все это выглядит для вас, я имею в виду. На мой взгляд, не вы, не ваша мама себя не цените. И я не удивлен. Как мне кажется. Как мне кажется. Понимаете? Ни вы, ни ваша мама себя не цените. И я не удивлен, что вы вот так живете. Очень грустно, печально, больно, что вы так живете. Но хотите ли вы что-то менять? Понимаете? Дальше. У вас много травм. То, что с вами было в детстве, безусловно, наложило на вас отпечаток. Обиды, они вас, конечно, изнутри разъедают. Это яд. Мне кажется, что вы верите в какую-то справедливость. Ну, пытаетесь ее добиться справедливости. Я имею в виду. И это не так, не так плохо, что вы пытаетесь это сделать. Серьезно, это не плохо. Просто вопрос здесь заключается в том, какой ценой вы стремитесь к этой справедливости. Вот. Вот это, конечно, очень важный момент. В целом, ваш вопрос, да, вам нужна работа, вам нужна психотерапия, травм. Да? Ну, вот. У вас, ну, множество травм, судя по тому, что вы пишете. Вам нужна помощь в этом. А ваш вопрос, он, к сожалению, вообще не про это. Такое ощущение, что вы даже не замечаете, что вы уже давно не ребенок своей мамы. Вы уже взрослый человек, но который до сих пор не живет своей жизнью, которая находится в связке с мамой, привязан к ней и боится ее потерять. Понимаете, да? А вот поэтому, поэтому, я надеюсь, что вы увидите, что бессмысленно искать правых и виноватых. Бессмысленно задаваться вопросом «плохая я». Вас не заметят, чего я хочу и как я могу этого достичь. И какая у этого цена. Мне кажется, что по проблеме, которую я вам описал, безусловно сложно в принятии. Но я прошу вас отнестись к этому, ну хотя бы дать шанс. Дать шанс этому, дать шанс этому взгляду на ситуацию. Мать. И тогда, может быть, что получится. Сейчас мама действительно вами манипулирует, потому что знает, что никуда вы от нее не денетесь. Она знает, что вы не уйдете. И она знает, что, ну, так скажем, позиция у вас не такая выгодная. Как, например, у нее. Потому что вы в себя не верите. Вы опираетесь на маму, цепляетесь за дом. Придумываете оправдание, чтобы не становиться свободным. Можете это делать дальше. Право ваше. Нет способа решить этот вопрос, кроме как в суде. Мама не пойдет на уступки. Вы, вероятно, тоже на уступки не пойдете. Но это мы еще посмотрим. По реакции на мой ответ, да, как вы отреагируете, увидите ли вы, так скажем, что-то в моем ответе или нет. Будет видно. Но в любом случае нет способа решить вот этот вопрос. Иначе, кроме как в суде. Вот. Ну вот и спросите себя. Готовый ли я тратить свое время, свои силы, свою энергию на судебные тяжбы или нет? Хорошо. Если готовые. Хорошо. Если готовые, то ваше право. Хорошо. Если готовые, то ваше право. просто рекомендую вам подумать о том, на что вы тратите свою жизнь. И, может быть, вам захочется чего-то другого. Кто знает, а мы, я имею ввиду психологи, всегда готовые, будем вам помочь, если вы того захотите. Всего вам самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Работу я бы предложил начать с выявления ваших эмоций и чувств и проживания их. Удачи вам! Удачи! Удачи! Удачи!